Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я посвящаю ароматам с нотой амбры. Одно прямо из самых моих любимых парфюмерных направлений. Амбровые ароматы очень люблю. Вот они мне прям по душе. Также я решила объединить, рассказать не только об амбре, но и о ее современных аналогах амбретти и амброксане. Все три направления ингредиента я очень-очень люблю. У меня есть достаточное количество ароматов с этими нотами. Начну с амбры. Начну, наверное, быстро скажу, что такое амбра. Если вдруг кто-то не знает, наверняка многие уже знают. Амбра – это отрыжка кашалота. Животное заболевает и срыгивает вот это вот вещество под названием амбра. Это вещество дрейфует в море или сразу его прибивает к берегу. И чем дольше оно находится на берегу или в море, тем ценнее оно становится. Оно меняет цвет от такого черного до серого или белого. И меняется запах, меняется текстура. И, в общем, чем дольше амбра находится уже как бы на воле, если так можно сказать, тем она ценнее для парфюмеров. Сейчас в наше время очень мало используют вот именно натуральный компонент амбру в силу негуманности ее добычи, в силу высокой цены также. Но в арабской парфюмерии до сих пор используют как мускус, так и амбру тоже. Так что, если любите вот такие натуральные, ну, хотите обладать вот прям амбровыми ароматами, обратите внимание именно на парфюмерию арабскую. А также можно найти и в других, как бы у других производителей просто будет очень дорогой аромат. Итак, начнем. У меня здесь ароматы амбру, где я слышу очень ярко, где мне нравится ее звучание, где я вот прям ее чувствую. Потому что зачастую очень во многих ароматах присутствует амбра, она может быть в базе, она может как бы делать аромат более стойким, более таким насыщенным, да, обогащать его. Но не всегда его ты чувствуешь. Вот я вам покажу именно те ароматы звучания амбры, где я очень хорошо чувствую. Итак, первый. Первый аромат, это вот моя такая эталонная амбра, я ее показывала прямо в предыдущем видео. Это амбра абсолют от Тома Форта. Для меня это вот просто моноаромат. Я думаю, что там есть еще какие-то ноты, но когда я вдыхаю ее, я чувствую только амбру. Немножко землистую, немножко анималистично звучащую, солоновато-сладковатую. Такую, знаете, вот когда я говорила про кашелотов, я вот представляю себе всегда вот аромат вот этого. Он немножко отталкивающий, в то же время притягательный. Вот для меня сила амбры именно в ее каком-то противоречии. Она или притягивает, она или притягивает, согревает вас и как бы ласкает, или наоборот отстраняет от себя, но вы все равно тянетесь к такому аромату. Есть в нем, в ней какая-то, знаете, вот такое противоречие. В общем, аромат Том Форда Амбр Абсолют. Если вы любите амбру, найдите, понюхайте, послушайте, подышите им, он вам понравится. Его нужно наносить буквально вот один пшик максимум, потому что если это будет больше, будет плохо и вам, и окружающим, и вы еще долго к нему не обратитесь. Я наношу вот прямо вот сюда на затылок один раз, все, весь день я хожу просто вот в этом дурманящем облаке. Также сюда я записала ароматы с амброй, которых у меня нет. И вот второй аромат по как бы насыщенности этого компонента, это, конечно же, Серж Лютанс Амбр Абсолют. Ой, не Амбр Абсолют, Амбр Султанс, сори, простите, пожалуйста, Амбр Султан. Но в отличие от Форда, там амбра более специевая, более сладкая, более такая тягучая, более пряная, наверное, да, ну, специевая, пряная. Сладкая не в плане сахарности, сладкая, вот знаете, ну, как сладкий коньяк, ликер, вот что-то такое. Аромат богатый, аромат густой, аромат такой, ну, как золото. Знаете, амбра это вообще золото, золото парфюмерии и вот золото. Амбра Султан это, конечно, золото у Сержа Лютанса, я считаю. А у меня его, к сожалению, нет, но, конечно, хотелось бы уже его приобрести когда-нибудь. Все, следующий аромат, номер три, конечно же, это Грансуа от Францисса Киркеджана. Это амбра, ну, здесь, знаете, если у Форда и у Лютанса амбровые ароматы, они вот такие прям сильные, мощные, такие, ну, вот, очень ярким характером обладают. Здесь это более для меня коммерческий вариант, который понравится всем, ну, кто любит вот теплое амбровое направление. Он бесподобно хорош, он вас окутывает как дорогое такое вот, ну, не знаю, представляете, вот вы сидите в ванной, и вода такая теплая, вот прям нужной температуры, вот, и не жарко, и не холодно. В общем, так приятно, и золотые свечи везде стоят. Вот что-то такое вот в этом аромате есть. Он упахнет как очень-очень дорогой уход, наверное, так можно это сказать. Для меня этот аромат почему-то мужской, ну, наверное, мы знаем почему, потому что это аромат моего мужа, и как бы я его даже не пробовала носить, но я знаю девушек, которые очень любят этот аромат, который звучит потрясающе. На женщинах он манкий, он очень притягательный, он тоже специевый, но специи здесь, знаете, не такие вот, как порошок, от которого хочется чихнуть, а как будто их медом вот так вот в этой ступке растолкли с медом вместе, и вот они вот такие тягучие, плавятся, и вот такие вот сладко-ароматные. Вот что-то такое, не знаю, может быть, я как-то сбивчиво говорю. Кстати, все ароматы, которые я вам сейчас покажу с амброй, они очень стойкие. Вот все ароматы, которые я вам покажу, они, ну, достаточно, во-первых, очень маленький расход, очень стойкие, невероятно шлейфовые. Ну, вот на мой нос, на моей коже, и как бы вот по моему опыту могу сказать, что одни из самых стойких ароматов. Дальше. Арабская парфюмерия, раз мы уже говорим, Шик Шейх номер 30. Тут у нас серая амбра, но я ее слышу только в базе. Начало аромата очень фруктовое, такое, знаете, фруктово-цветочно-кислое. Фрукты здесь кислые, я уже говорила, маракуйя, какие-то такие, знаете, даже тропические. Аромат совершенно не похож на арабский, скажем так, но этим мне он нравится. Он всегда меня приятно удивляет, интригует в любое время года. Он такой, знаете, дурманющий и каждый раз раскрывается по-новому. И вот амбра здесь, серая амбра, я представляла, в пирамиде, она уже в конце, в базе, когда ты пожил с этим ароматом, появляется и дает этому аромату очень много тепла. Вот, знаете, вот вы ходите в этом аромате, вы чувствуете там сладость от фруктов, кислоту, цветочные ноты, какую-то такую бальзамность, да. Но вот когда появляется амбра, она все это как-то округляет, собирает, придает глубину и много-много тепла. Это, конечно, бесценно. Это бесценно, именно вот за это вот я люблю амбру. Амбровая нота. Следующий, еще один мой безусловный фаворит, это Шерги от Серж Лютанца. И здесь амбра, это вот амбра равно тепло, равно просто какой-то, знаете, ну не грелка, не знаю, аромат грелка, ну может быть, аромат грелка, да. Душевность какую-то, душевность, спокойствие, вы знаете, какую-то внутреннюю гармонию. Вот Шерги вообще для меня такой очень, ну, знаковый, наверное, аромат. Много с ним хороших воспоминаний. И вот он именно такой согревающий, очень меня гармонизирующий, придающий мне еще больше гармонии, если мне это нужно. Если я как-то, каких-то, вы знаете, бывает такой раскол, когда, ну, вы не можете собраться. Мысли куда-то бегут, одна в одну, в сторону другая в другую. И вот Шерги, это моя такая корзина, куда вот все вот это у меня помещается, я отдыхаю в нем, я в нем сплю. И вот утром просыпаюсь уже совершенно другим человеком. Люблю, очень люблю Шерги и амбру в Шерги, конечно же, тоже. Обожаю, обожаю. Так, следующий аромат с амброй, вот прям такой яркий, это Бакхари от Роберто Беге. Аромат ретровый, аромат очень альдегидный. Альдегиды здесь очень специфические, знаете, такие припудренные, но пудры тут как таковой нет. Здесь амбра сухая. Вот знаете, если представить вот это вещество, вот это амбру, да, когда оно уже совершенно высохнет, если его растолочь, вот до порошкового состояния, например. То есть взять амбру из Шерги, высушить ее, она, это, ну мне кажется, когда это вещество высохнет, из него выйдет вся влага, аромат приобретет вот именно вот эту сухость, шероховатость, немного специевость, но не утеряет своей вот этой немножко животной ноты, безусловно. Вот в этом аромате это очень как бы ярко видно, совершенно другая амбра, но она прекрасна. Вообще, Бакхари, это Бакхари или Бакхари, я не знаю, это интересный аромат, тоже очень стойкий, очень шлейфовый. Вообще, Роберт Беге, я уже говорила и повторюсь, хороший, хороший парфюмерный дом, обратите внимание, если вдруг, если вдруг незнакомый еще. И опиум, опиум в Сен-Ларон очень похож тоже на Бакхари. Он тоже пыльный, он тоже такой, от него хочется иногда чихнуть. Знаете, по-моему, там и там есть еще ладан, может быть, вот ладан дает какой-то такой отголосок, вот эту пыль и табач, ну не табачность, а вот эту, ну когда курительные, не курительные, а вот эти вот палочки ароматичные, ароматические жгут, такие с восточным именно запахом, вот оно немножко пахнет как здесь и как у Бакхари. Вот у меня вот эти два аромата, они как-то рядом стоят, оба люблю. Опиум, знаете, он раскрывается совершенно по-разному в разное время года. Летом он более какой-то дымный, сладкий даже, более насыщенный. Чем тяжелее аромат, тем он круче звучит в жару. Но это нужно как бы иметь смелость. Ну, не иметь смелости, вам должно это нравиться, носить тяжелые ароматы летом, да. Иногда мне очень нравится его носить, иногда мне он нравится носить, когда прохладно. Тогда он совершенно другой, он греющий, он, ну, в общем, этот аромат такой универсальный. Универсальный вне сезона, вне каких-то вообще климатических условиях. Потрясающий опиум от Yves Saint Laurent. У меня в туалет, в парфюмированной воде, по-моему, это уже современная версия, ему, наверное, года три, вот так. Но хорош, очень хорош. Ну что же, и последний аромат с амброй. Дальше перейдем к амбрессе и к амброксану. Это Portrait of a Lady. Куда ж без него, Фредерик Маль, Portrait of a Lady. И здесь, знаете, это животное амбра. Здесь вот чувствуется именно такой немножечко отталкивающий, притягательный вот этот вот момент амбрового направления, вот в этом аромате именно. Тут много всего, тут большая композиция. Здесь и розы, здесь и специи, здесь и почули, много-много-много. Но амбра здесь превосходна. И вот амбра, когда уже в базе, аромат переходит в базу, вы с ним долго-долго жили, в базе эта амбра, вот она такая вот немножко хищная, животная, красивая. Обворожительно, обворожительно звучит. Portrait of a Lady, конечно, ну вы знаете, как я к этому отношусь. Я обожаю, обожаю вообще Фредерико Маль. Дальше перейдем к амбрете. Пару слов амбретто, что это такое? Это как бы сейчас очень часто используемая заменитель амбры. Амбретто добывают из плодов мускусного дерева. Дерево или кустарника, подождите, у меня где-то записано. Дерево, по-моему, да? Да, из семян. Там такие, знаете, если вы посмотрите на фрагрантики, такие вот как кофейные зернышки. Много-много-много. Но это не кофейные, это вот именно зерна амбретто, вот такие маленькие. Для меня этот компонент иногда бывает отталкивающим. В каких-то ароматах и при определенной температуре, вот я заметила в жаркую погоду, амбретто на мне может давать очень неприятный оттенок. Чем она хороша, амбретто? Она в себе сочетает именно вот эти неповторимые свойства амбры. Аромат мускусно-животный. Вот что-то такое она в себе это сочетает и как бы поэтому используется очень-очень хорошо и популярно. Серж-Лютанс Жо-Депо. На фрагрантике там написано амбра. Но я здесь чувствую только амбретто и это именно тот случай, когда этот аромат я не могу вообще практически никогда носить летом. Летом, когда тепло, даже если дома тепло, без кондиционера или там летом, ну когда тепло, короче. Этот компонент в этом аромате, он дает очень неприятную, знаете, похоже, я даже не знаю, на что это похоже. Это похоже на какие-то вот, ну это очень анималистично звучит и отталкивающе. Иногда анималистичные ноты, мы знаем, да, цвета и тот же мускус и амбра, они притягательно звучат. А вот в этом случае, конкретно в этом аромате, это звучит очень отталкивающе. Я очень люблю Жо-Депо, люблю его, когда прохладно, люблю его за хлеб, за масло, за молоко и так далее, за, ну вообще за теплые эмоции. И всегда его ношу и никогда не чувствую вот этого амбретты. Но вот амбретта там, видимо, есть и, видимо, она наиболее ярко раскрывается летом. Все, у меня все. Следующий аромат с амбреттой это браунда от Носомата. И здесь это просто кайф. Вот сочетание вот этих алкогольных нот и вот этой амбретты, это что-то с чем-то. Понимаете, этот аромат, он алкогольно-мускусно звучащий. И вот этот мускус здесь именно за счет вот этой вот ноты амбретты и вот этих вот маленьких плодов. Это бесподобно. Это бесподобно, это красиво, это ярко, это звонко, это чудесно. Браунда это вообще чудеснейший, чудеснейший, прекраснейший аромат. Так, Лэйзи Сандэй Монин, заявлено амбретто. И знаете, я слышу здесь мускус. Видимо, знаете, так как этот компонент имеет такое звучание, которое одновременно похоже и на мускус, и на анималистичные какие-то ноты, то вот в этом конкретном случае здесь это все уходит в мускус. Очень красивый аромат, очень такой благородный. За что я люблю амбретто? За то, что, конечно, это гуманно. Гуманно использовать именно этот ингредиент, не убивать животных и так далее, это здорово. Это здорово, и когда это в композиции звучит просто превосходно, красиво, чисто, это потрясает. Лэйзи Сандэй Монин, Сандэй Монин, Мейсон Марчелло, серия Реплика. Рекомендую. Рекомендую, если любите мускус на такие вот свежие ароматы, вам понравятся. И Лилаба, конечно. Лилаба амбретто 9. Амбретто 9. Я вот ее недавно носила, чем мне нравятся вот эти вот пробники, да, у Лилаба, тем, что ароматы настолько насыщенные, что вот этот пробник, вот этот набор с пробниками я купила в том году. И у меня до сих пор вот прям, ну, то есть я их все разносила, причем так хорошенько, потому что хватает только одного, ну, максимум двух пшиков, и вы просто уже все, вы понимаете, вы вся в облаке, аромат стойкий, аромат такой насыщенный, долго-долго вы с ним живете, очень качественно. Амбретто 9. Знаете, я когда первый раз его на себя нанесла, мне он не очень понравился. Вот, ну, прям вообще не понравился практически. Именно мне показалась схожесть его с Джо Депо вот именно вот этой нотой, такой свербящий, животный, какой-то отталкивающий. Но недавно я опять его нанесла и просто была в восторге, и теперь, конечно же, мне его надо. Аромат полупрозрачный, аромат сидит очень близко к коже, но, тем не менее, это вот из той категории ароматов, которые вы хотите иметь не за шлейф, не за то, чтобы обращать внимание на себя окружающих, да, вот как я пахну, идите вот ко мне. Это именно вам, для вашего удовольствия, такой, вы знаете, аромат отдушина, можно сказать, да. Я когда его нанесла, я подумала, что ну так могут пахнуть там слезы какой-нибудь прекрасной девушки, женщины, не знаю, бабушки. Вот какие-то такие ассоциации у меня с ним сложились, очень странные, добрые, красивые и специфичные. Вот, не знаю, очень мне понравился Амбретто 9 от Лелаба, и вот Амбретто здесь, конечно, красавица. Все, закончила с Амбретто, да, все, больше у меня нет ароматов, вот, к сожалению, только эти, да. Так, и Амбраксан. Амбраксан один из моих любимых компонентов, но так было не всегда. Раньше мне не нравилось его синтетическое звучание. Что такое Амбраксан? Это вот синтетическая такая составляющая, которая была изобретена где-то в 50-х годах, представляет собой такой белый порошок. Все, вот это Амбраксан, вот такая вот химическая молекула, да. Если вы смотрите фрагранчику, это у вас будет такая картинка, ну вот как, ну не как в таблице, как химические соединения. Пум-пум-пум-пум-пум, и тут циферки. Белый фон и черным вот это все нарисовано. Знаете, наверное, о чем я говорю. Конечно же, Амбраксан был открытый, вообще всеми полюбился и был оценен, когда Геоз Шон сделал молекулы, да. Молекулы, много там было молекул, я помню. Ну вот первые молекулы, они, конечно, взорвали вообще парфюмерный мир. У меня была молекула, вот я не помню ее номер, она была в зеленой коробке, желтого цвета. Вот если кто помнит, напишите, пожалуйста. Мне, помню, она очень понравилась на моей подруге. Она пришла в гости, я ее спросила, что это такое, она говорит, это молекула. И у меня как раз был день рождения, вот прям буквально потом, через неделю, она мне подарила этот аромат. Было невероятно приятно. Маша, спасибо, я не знаю, смотришь ты меня или нет. Ну, короче. И я просто, я была в восторге. Он был с таким немножко цитрусовым уклоном, но вот именно было в нем что-то такое синтетическое, химическое, притягательное. Он на коже видоизменялся просто колоссально, постоянно бурлил, постоянно какие-то все новые, новые, новые грани в себе открывал. Очень прикольно. Напишите еще раз, какая это может быть молекула такой зеленой коробки, желтая жидкость была. А флакон, как бы, ну вот их стандартный, квадратный, там циферки, циферки, циферки. Не знаете, да. Все, закончили. Амброксан, молекулы, все. Это вот была такая вот прям взрыв. Какая у меня есть любимая, да, парфюмерия с Амброксаном, я сейчас вам покажу. Конечно же, это Джулетт Хезеган. Они почти в каждом аромате используют эту ноту. Это их как бы фирменные ноты. Ну, я считаю, и может быть так оно и есть. Ароматы очень узнаваемые, ароматы очень такие синтетические. У ароматов много поклонников, много и недоброжелателей, в силу этого, я думаю. Но я люблю. Я люблю Джулетт Хезеган и, конечно же, ноты парфюм. Амброксан, чем он пахнет? Он вот, он тоже пахнет очень анималистично, чисто, мускусно. Но в силу того, что на каждой коже он может видоизменяться, очень сложно сказать, как конкретно этот аромат будет пахнуть на одном или другом человеке. На моем сцене это пахнет, знаете, таким свежим бризом морским. Очень красиво, очень по-мужски раскрывается. На мне, наоборот, кремово-специево. Больше я ни на ком не пробовала, честно говоря. Может быть, надо сегодня на маме попробовать. Очень классный аромат, шлейфовый, доброжелательный, к другим ароматам, если его смешивать в течение дня с каким-то. Я как бы его люблю. Я люблю его, люблю на ночь, люблю после душа, после ванны. Он придает именно ощущение такой чистоты. Но чистоты такой, ну, как если бы вы, ну, не знаю, так дети пахнут, знаете, когда вы ничем не пользуетесь, а вот уже хорошо пахнете. Вот что-то такое в нем есть. Запах без запаха. Интересно, интересно. Если мы уже говорим о Джульет Хезеган, конечно же, Lady Vengeance, там тоже очень ярко прослушивается эта нота Амброксана. Но она уже тут, конечно, уступает место эрозии, почули, это уже идет куда-то в базу. Но, тем не менее, если вы знаете эту марку Джульет Хезеган, вы поймете, о чем я говорю. Напишите, вы согласны со мной или нет. И еще один аромат, быстро про него расскажу, мой любимец, Citizen Queen. В пирамиде не указан Амброксан, но, слушайте, он там есть. Он есть, он вот держит скелет этого аромата. Аромат пудрово-кожаный, аромат один из самых вообще моих любимых, красивый. Одно время я просто боготворила его, носила почти каждый день, летом, опять-таки, заметьте. Сейчас немножечко я, ну, как бы, остыла к нему. Не то, что остыла, он мне до сих пор нравится, но столько всего других ароматов появилось. Поэтому он у меня отдыхает больше, чем когда только появился. Но, тем не менее, он прекрасен. Я очень его люблю. Джульет Хезеган, Citizen Queen. Гражданка, городская гражданка. Классный, очень классный. И вот, да, вот эта фирменная Амброксановая нота прослушивается очень хорошо. China White от Nosomata. Вот когда я говорю Амброксан, это белый порошок, я сразу себе представляю этот аромат. Он дает этому аромату мускусность. Он дает этому аромату синтетическую, химическую, такую, какой-то вот, ну, прям, вы ощущаете эту аптечность, химические какие-то, не знаю, эксперименты. Ну, что-то такое. Как много-много таблеток растолочь. И вот может так пахнуть порошок, вот этот, который содержится в этом аромате. Как мы знаем, это наркотик China White. Но, тем не менее, вот есть в нем такое, в этом Амброксане есть именно аптечное, лекарственное такое звучание, порошковое. Красиво, очень красиво. И последний, Le Labo, Inado 13. Здесь, знаете, он мне понравился бы, если бы у меня не было, например, Juliette с пистолетом, Notte Parfum. Потому что очень-очень похожее, схожее звучание, очень такое хрустящее, звенящее, неуловимое что-то, да, и синтетическое. Вот это в нем есть. Если у вас еще нету Inado 13 или Notte Parfum, потестируйте оба, может быть, выберите этот. Может быть, я бы его, конечно, купила, если бы у меня не было бы не парфюма от Juliette Hezagan. Но, увы, ах, одного мне пока достаточно. Ну, долгий получился обзор, но я надеюсь, вам понравится, надеюсь, вы насмотрите его. Я уже смотрю там почти полчаса, какой кошмар. Все, закругляюсь. С вами была Аленка Блок. Всем пока, чао-чао. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok